Донецкий фронт И оттуда ведет свой непримиримый бой с фашизмом Оказывается нет, он не покинул Донбасс Я здесь в июле месяц уже, да, я там побыл пару месяцев и вернулся назад Ну привет тебе дорогой И будем говорить не столько о Донбассе, хотя и о нем тоже Но прежде всего о том, как ты оцениваешь уже в качестве политолога и журналиста Как ты оцениваешь ситуацию в мире Насколько поджигают нашу страну со всех сторон Чего хотят добрые люди из Вашингтона с нами сделать Хотят они во все времена всего одного и того же Разделить нашу территорию и забрать ее ресурсы желательно бесплатно Сейчас преградой этому стал Владимир Владимирович Путин И его ближайшее окружение, да, этот силовой блок Что греха таить в 90-е годы, мы все практически даром Бесплатно отдавали Западу, да, все свои природные полезные ископаемые Нефть, газы и так далее и тому подобное И они хотят ситуацию вернуть Сейчас вот им мешает лично Путин Для того, чтобы убрать лично Путина Как бы вот этот проект, наверное, весь и задуман был, понимаете Этот весь проект переформатирования мира И вот им сейчас Путин как кость в горле Что они хотят для этого сделать? Они для этого понимают, что нынешняя система государственного управления России Так же, как экономическая ее модель, которая сейчас есть, либеральная Она не способна выдержать затяжные конфликты И они понимают, надо либо одна большая война Либо очень маленьких, но много по границам Вот они разожгли сначала в Донецкой, в Луганской области Сейчас втянут Россию в Турцию Ну, в Сирию практически уже втянули, да Плюс еще всякие теракты Я думаю, где-то сейчас обострение будет на Кавказе Там уже периодически выхватывают террористов каких-то Что-то будет в Средней Азии То есть по всем границам нашей Родины Будут такие вот конфликты И система, любая государственная, имеет свой предел прочности И вот они хотят понять, какой предел прочности у нашей нынешней системы Мне кажется, она не очень прочная Алан, ну вот наши турецкие соседи С которыми мы столько лет пытались наладить товарищеские буквально отношения Турки строили в Москве, по всей России какие-то большие объекты Мы с турками торговали, мы к туркам ездили отдыхать Ну, казалось бы, старые обиды, ненависть и огромное количество войн забыты И Эрдоган такая душка был И турецкий поток, и атомная станция И вдруг взять вот так кинжал в спину, воткнуть Подло, низко, мерзко Вот почему повели себя так Понимаете, вот турки, после того, когда разрушили Османскую империю Они же эти младо-турки, да, Ататюрк, они ее почту разрушали По тому, что их возьмут в семью европейских народов Под этот проект они строили турецкую нацию Вырезали армяне и много кого еще Они создавали турецкую нацию И этой нации хотели бы войти в семью этих наций европейских Они все это сделали, прошли десятилетия Они говорят, ну когда вы нас принимаете? В какой-то момент им уже окончательно дали отворот-поворот Потому что никто не возьмет 400-миллионную Турцию в Евросоюз Ну потому что там хотя бы по количеству людей в парламенте Они будут, как вся Европа, да Столько же людей в парламенте представителей иметь И никто такую большую страну исламскую не захотел взять в Европу И дали им отворот-поворот И Турция встала на распутье В Европу их не взяли, что делать? Либо возрождать османский проект опять, да Либо что? Либо этот великий Туран, который они все 90-е годы пиарили Да, этот союз стран, кочевых Есть Иран, а есть Туран То есть вот этот великий Туран, у них же тоже проект есть И любой из этих проектов, новых турецких, неевропейских уже Либо это Османская империя, либо это Иран Оно так или иначе претендует на части территории России И поэтому это не стали нашим стратегическим, геополитическим противником Уже довольно давно Мы просто не хотели на это глаза открывать Потому что для нас экономические интересы стоят выше государственных Для нашей правящей элиты, некоторой ее части И они на это как бы глаза закрывали Но по сути уже многие годы не являются нашими союзниками в этом смысле И при первой же возможности как бы это все дело и проявили Ничего в этом удивительном абсолютно нет Бизнес страдает, но тут уже на карте совсем другие вещи стоят Понимаете, на карте стоит большая политика, вот геополитика стоит Да, передел мира И про такие вещи как помидоры, строительные компании И прочую чепуху уже никто думать не будет Слишком много стоит на кону Они хотят часть территории забрать Они же активно участвовали в войнах на Северном Кавказе Они поддерживали боевиков Но вот Кадыров недавно очень сильно про это высказался Что они фактически финансировали Там эти боевики лечились, Бацаев и прочий То есть они вели эту работу И агентурную на нашей территории, я уверен, ведет Украина Турецкая разведка хорошо, так скажем, работает Они претендовали на Крым, между прочим Они хотели мягко-мягко-мягко Украины Крым отжать А вот Россия сделала такую комбинацию Они же просто с ума сошли теперь От злобы, наверное, там зубами скрежетали Но это факт, они поддерживали постоянно Открымские татары, меджлисы и все прочее То есть они играли против нас Но так как часть нашей правящей элиты была экономически с ними завязана Это закрывали глаза стыдливо А теперь это все проявилось уже в открытую Ну как, уже самолет нас сбили Но я уверен, что они не по своей инициативе это сделали Это все-таки была подача откуда-то сверху Эрдоган не настолько сумасшедший и безумный человек, чтобы такие вещи делать сам Это операция, ее готовили Готовили не один день Соответственно, это не чья-то ошибка Это была осознанная операция Задача втянуть Россию в войну Они не понимают предел прочности нашей системы Сколько конфликтов мы можем выдержать Вот там сейчас будет активизация Посмотрите, начнется здесь, в Донецке В Луганске начнется По скольки фронтам мы сможем воевать Вот два будет фронта, три фронта Откроют четвертый фронт, пятый фронт А мы ведем пока такую оборонительную войну Оборонительная тактика Мы как бы отмахиваемся от них Но ни в какой защите победы не достигаются Победы достигаются только в наступлении Вот пока мы не начнем наступать До тех пор мы будем стратегически проигрывать Хотя тактически вроде выиграем Но стратегии мы проигрываем Алан, вот тут как раз наши армянские товарищи В один голос говорят Ребят, что вы делаете? Вы же неужели не видите, что вы отступаете Что вы защищаете свои границы Вот первый шажок был в Сирии А так вы держите свою территорию И вам не позволяют вообще открыть рот И участвовать в политике Когда Россия Вот армяне говорят Когда Россия признает Нахичевань, Нагорный Карабах Донбасс Приднестровье Что там еще? Признаем Даем российское гражданство Пока мы имеем Нынешнюю правящую элиту в Москве Либеральную, прозападную Сейчас не будем брать Путину И его ближайшее окружение этих силовиков Но вот экономический блок Даже возьмем правительство Оно абсолютно прозападно У них жены живут в Европе Дети учатся в Европе Недвижимость в Европе Деньги лежат в западных банках Это чья элита? Наша или их элита? Понимаете, Путин до последнего Пытается Вот есть такой проект Конвергенции был Союз России и Запада Этот проект еще с Андропов начинал Кто еще помнит Красная звезда проект И все прочее Конвергенция И вот Путин Часть этого проекта Он считает Что это сшить можно И как бы до последнего Будет держаться Этих либералов правительства Но до тех пор Пока они там есть Вести полномасштабную войну Запада мы не можем Ну как мы можем с ними воевать Если у них там родственники живут Они не будут с ними воевать Они будут саботировать Они будут еще что-то делать Какие-то провокации устроят Но они не будут воевать Понимаете Для того, чтобы воевать полноценно Как Россия привыкла Нужно население мобилизовать А мобилизовать его нужно под что? Вот сейчас приезжают Некоторые мои товарищи Как бы из Сирии И говорят, что Они больше доехать не хотят Ну по многим разным причинам Да Ну хорошо им платят там Деньги какие-то Ну за деньги человек готов убивать Но не готов умирать Здесь люди почему умирали? Потому что их земля Они готовы были за нее умирать А Сирия это что? Там какие-то бородатые люди Тут какие-то бородатые люди Непонятно что там делаешь Деньги какие-то сумасшедшие Заоблачные И там не платят А за копейки умирать Никто не хочет Соответственно нету мотива у людей Замотивировать их надо Чтобы мобилизовать Нужен мотив Идея нужна А в нашем сейчас обществе Какая идея? Бабло Которое побеждает зло Вот пока не будет идеологии другой Который мобилизует население До тех пор Вот так оно все и будет продолжаться Но оно долго тоже продолжаться не будет Потому что у системы Есть предел прочности И он скоро наступит Вот наши люди думают Что вот мы сможем победить В армию НАТО Экспертов я читаю Там от 18 до 27 минут Мы можем продержаться Против всей Ну как бы Армии НАТО Если она на нас будет наступать Без применения ядерного оружия Еще раз подчеркиваю То есть ну Ядерное оружие не применяя Не такая уж у нас Великая и могучая Красная армия По своей сути она и не красная уже Да То есть идеологии нет в ней Это такая армия нового типа А-ля НАТО Сердяков же нам Хорошо постарался Да Чтобы армию переформатировать Под натовские стандарты И поэтому предел прочности Плюс вот сейчас 16-17 год выбор Я думаю Это сейчас все сойдется В одной точке И в Москве будут Какие-то очень такие события Такие скажем Как говорится Либо революция сверху Либо революция снизу Либо бог знает что еще Опять же смотрите Сделали вот это тоже Подстава для Путина Какая-то Выборы в Государственную Думу Сделали выборы По мажоритарным округам По одномандатникам Зачем это было сделано Была устойчивая система В Государственной Думе Люди избирались По партийным спискам И там как-то все это Было в каком-то русле Половина одномандатников По этим одномандатам Пойдет провокатор Типа Навального Они же запросто пойдут В каких-то там Московских округах И они сделают Бедлам в этой Думе То есть в 16-м году Мы получим такую Бедламную Думу А-ля какая была Перед революцией 17-го года В России То есть они повторяют Эту схему Зачем это делается Это же провокация В чистом виде Но у нас же сделано Это будет То есть в 16-17 год Будет очень веселый Ладно, ты вспомнил Навального И я вот просто смотрю Кто скорбит По поводу Ухудшения отношений С Турцией И кто радуется Гибели нашего летчика И морского пехотинца Проститутки Которые в Турции Зарабатывали деньги Ректально-анально Каким-то еще способом И либерально-общечеловеческие Политики вроде Навального Собчак и все остальное Вот эти люди Понятно, да Они зарабатывают Одними и теми же местами И им Понятно, что Своя рубашка ближе к телу И эти люди Находясь на вот таком уровне Восприятия мира Когда Для них главное Это пармезан Нажраться Они не хотят Даже принимать близко мысль Что идет война Что против нашей страны Идет настоящая Реальная агрессия Они не считают Страну своей Вот это уточнение Внеси, понимаешь Они считают Это сраной рашкой Там еще чем Они не считают Это своей страной Или родиной Для них родина То, где жопа в тепле Знаешь, как в анекдоте говорится Поэтому нельзя назвать Что для тебя Понятие родины Ты вкладываешь Или я вкладываю Это то, за что Умереть человек готов В них нету такого понимания И поэтому Это полбеды То, что говорят Навальный Собчак Но они же голос Они чей голос Они голос Большой части Либеральной элиты Этой вот Ныжничной правящей Еще Ельцинской Она же вся сидит На своих местах Они не могут Это вслух выражать Сидя в правительстве Рупором работает Собчак Рупором работает Навальный Или еще кто-то Они пока сидят Они боятся Путина Они боятся ФСБ И всего остального Но наступит момент Когда у системы Наступит предел прочности И вот тогда они выйдут И они выйдут Так же, как они на Болотную Выходили Там же Кудрин был Во главе всех этих толп Стоял Хотя, пожалуйста Друг Владимира Владимировича Владимир Владимирович еще пытается Это все связать Но в какой-то момент Наступит точка бифуркации Когда это уже будет сделать В принципе невозможно И тогда должен наступить Какой-то а-ля 37-й год Никто не говорит о расстрелах О расстрелах не говорит никто Еще раз хочу подчеркнуть Но нужно четко людей Отстранить от элиты И от права принятия решения И все Пусть занимаются там Общественной деятельностью Или там живут во Франции Еще где-то Но от принятия решения От государственного управления Их нужно отстранить То есть некий А-ля 37-й год Некая чистка элиты Она должна произойти Ты не можешь без этого Вступать в войну Без 37-го года Не было бы 45-го Но это факт сейчас Это все понимают Потому что Эта пятая колонна Она бы просто сдала страну И вот эта нынешняя пятая колонна Готова это уже сделать При первой возможности Алан, я понимаю И у Сталина Не было в свое время Всех рычагов влияния Он тоже не мог До съезда победителей До 37-го года Совершить такой По большому счету Внутригосударственный переворот Потому что Ну было же понятно Что вот эти вот ребята Которые наворовались В советские времена И на западе держат Украшения, драгоценности Там еще куча всего И являются агентами Той же Германии Там Великобритании Они вредят стране Вот сейчас Точно такая же ситуация И точно так же Пронизана Вся система управления Невидимыми нитями Взаимоотношений Вот этих всех товарищей Между собой Ведь мы же видим Робкие попытки Там губернатора арестовали Там мэра арестовали А сколько случаев Когда эти жулики Наглеют, жиреют И против них ничего Против их детей Ничего не делают Но показательно Вот об этом-то и есть Понимаешь Систем неустойчивости Вот этой системы управления Она не Понимаешь Вот как стол Система государственного управления Это стол Какой у нее есть предел прочности Вот ты на него встал Или я встал Он выдержит А если на него танк встанет Он сломается Вот так же Вот эта система Она не рассчитана На ведение войны Тем более затяжной Маленькой победоносной Как там было в Южной Осетии На три дня Пожалуйста Но на затяжную На долгую войну Она не рассчитана Потому что население Нужно мобилизовывать Оно должно нести Какие-то большие издержки А почему люди должны Нести издержки Мне же нужно объяснить За что они должны умирать За что За виллы олигархов За что они должны были умирать Понимаете Когда Сталин сказал Родина в опасности Родина мать С мечом И все остальное Люди понимали Они воюют за Родину Тогда было понимание Что все одинаково В одном строю находятся И Сталин И генералы И все одинаково плохо жили И все несли какие-то издержки А когда ты несешь издержки А в это время Какой-то там приближенный Владимир Владимирович Яхту себе покупает Это выглядит очень странно И двусмысленно А наш народ У него очень обостренное Чувство справедливости И современные информационные технологии Позволяют иметь доступ к информации Это все видно Это не утаишь уже Шило в мешке 21 век на дворе А соответственно нужно соответствовать Нужны не политтехнологи А настоящие идеологи Люди Которые гореть будут чем-то Политтехнологи Это те, которые делают Такие конструкции Придумывают Безжизненные Таких гумункулов Франкенштейнов Без жизни Без огня А огонь это идея какая-то должна быть Ей нужно зажечь население Тогда оно победит Россия победит Но ее нужно зажечь Вот кто это будет Сделать это Владимир Владимирович Или кто-то это другой сделает Только тот Только тогда мы перейдем В наступление Стратегическое Понимаешь А сейчас ситуация Очень сильно повторяет То, что было перед революцией В результате Первой мировой войны Ведь Ленин говорил Что наше поколение Не увидит революцию Считал, что она будет не скоро Но как только Россия Вступила в Первую мировую Он сказал Революция будет в ближайшие 3 года Потому что он понимал Что система прогнившая И она не выдержит Такой нагрузки Вот то же самое и здесь То же самое Эта система Она не выдержит нагрузки И либо Владимир Владимирович Ее переформатирует Либо это все обрушится И кто-то другой Это переформатирует И мы все равно победим Но по большому счету Сейчас Путин стоит Либо перед выбором Либо наступить на грабли Николая Второго Который поступил Вот так А не иначе Кто-то ему за это Ставит памятники И боготворит Кто-то говорит Что Николай Оказался слабым Самым слабым Государем В истории Романовых Просто потому Что вот Неправильно поступил Хотя Никто не знает Как бы он поступил На месте Николая Второго Надо было вступать в войну Или не надо было Надо было делать то или иное Или не надо было Но сейчас уже поздно О том говорить Перед нами есть Более эффективные Примеры Как надо работать Это товарищ Сталин Который подготовил страну Ко Второй мировой Великой Отечественной войне Нам было трудно Но мы смогли И сейчас У нас есть президент России Который Я надеюсь Что идет К своему Тридцать седьмому Году Без репрессий Без расстрелов Без всех этих лагерей Но к тому Чтобы переформатировать Управление Российской Федерацией И сделать Россию Действительно Мировой державой Очень бы этого Хотелось В общество Должна обернуться Какая-то идея Понимаете Вы уже последние 25 лет показали Что наш народ За бабки Просто жить не хочет Вот просто комфортная жизнь Его не устраивает Ему нужны смыслы Понимаешь Вот русский человек Не может жить Просто потому что Хорошо ему живется Да Как во Франции Там живу Потому что телу Было бы хорошо Это же я помню Одного святого отца Читал Он говорит У вас говорит Там католиков Как он сказал Ну короче Не важно Он просто говорит О том что Вы живете телом А мы живем Промыслом Божьим То есть неким духом У нас какие-то другие вещи Более интересные За что-то другое Мы готовы умирать Вот это другое Это есть идея Нечто абстрактное Царство Божие Еще что-то Счастье для всех Ну не что-то Что-то за пределами бабок Вот понимаешь Вот этим мы отличаемся От западной цивилизации И апеллировать нужно к этому То есть это тот Кто будет эту новую идею Говорить об этой новой идее Он должен говорить О справедливости для всех Он должен говорить О социальном равенстве Каком-то Хотя бы В каких-то рамках То есть об этом А не о том Что там будут больше зарплаты Или там больше чего Будут пожрать с пармезанами На это апелляция Все что делали Либералы последние десятилетия Она не работает Не канает А уж тем более на войне Ну не будет Человек умирать за пармезан В принципе не будет За родину будет А за пармезан не будет Но когда ты к этим вещам Начинаешь обращаться Ты должен и себя поменять Понимаешь Ты не можешь быть либералом И в то же время Там на моем кургане Апеллировать к родине матери Ну так не бывает Ксения Собчак По-моему Готова умереть За кусочек пармезана И она в этом Уже признавалась А вот Спасибо что напомнил Александр Гелич Дугин Обещал на днях Снова выйти с нами В эфир Мы с ним Три изма Три идеологии Проговаривали А насчет четвертой То о чем ты сейчас говоришь Мы обещали Сделать с ним Большую подробную программу Я очень надеюсь Что такая глыба Как Александр Дугин Нам расскажет Своё видение Вот той самой Сверх идеи И идеологии С которой русский народ И народ России Вообще Сможет жить И строить Своё Четвертая политическая теория Она у него по-моему называется Я знаком с ней И вот еще хотелось бы сказать Когда мы поймем Что вот эта трансформация произошла Когда Путин выйдет На стены мавзолея И скажет Сограждане Отечество в опасности И понимаете Народ его поддержит Вот ему нужно Выйти напрямую на народ Мимо элиты Вот когда он сможет найти Коннект Да напрямую с народом И обратиться к народу напрямую Помимо элиты Народ его поддержит И тогда мы сможем И с элитой разобраться Со всем остальным До тех пор Пока он действует Через эту прокладку Либерально-элитную Ничего хорошего не будет И в первую очередь Для них Кто-то успеет свалить А кто-то Как многие в Донецке Свалить не успеет И это будет Для них очень печально Многие здесь Нынешние олигархи Миллиардеры Остались Мягко говоря Там без последних штанов Да Почему? Потому что вот Протестная энергия Масс История Творит свои дела И то же самое Будет в Москве Я вас уверяю В ближайшие два года Мы это увидим И потом мы победим В любом случае Спасибо за оптимизм Конечно все очень тревожно Очень тяжело Но если мы опустим руки И не будем верить В то что нам по силам Навести в стране порядок Защитить свою родину То грош нам всем цена Спасибо большое за то что ты говорил За то что ты делаешь Ну и за то что ты не оставляешь Донбасс Что ты сейчас находишься Здесь в Донецке Спасибо огромное Удачи тебе До свидания Итак дорогие друзья Мы пообщались с Аланом Мамеевым Нашим старинным товарищем Который сменил Камуфляж и автомат Калашникова На другую одежду И другие инструменты Ведения войны Но тем не менее Он защитник родины С большой буквы Слово Защитник Всего доброго До свидания